7 февраля в Абхазии предпринимаются меры по недопущению проникновения в республику коронавирусной инфекции, которые включали различные запреты и ограничения. Однако, по словам исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба, необходимо дальнейшее ужесточение карантинных мер. В противном случае республику может ожидать серьезный всплеск заболевания. Из-за тех политических процессов, которые шли у нас в стране, мы, конечно, не могли ограничить полностью деятельность государства в этот период. Может быть, это, к сожалению, тоже какую-то негативную роль сыграло, но мы считаем, что если с сегодняшнего дня мы не ужесточим работу по карантину, не ужесточим деятельность всех наших служб, не ужесточим наши меры, которые будут препятствовать проникновению коронавируса, нас может ожидать серьезный всплеск болезней, с ним бороться очень тяжело. Вы видите, что происходит в мире, особенно в Европе, которая, наверное, и по развитию медицины нас превосходит, и, наверное, по всем финансовым показателям, экономическим показателям, тем не менее, вы видите Италию, Францию, Германию. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик предложила ввести в Абхазии беспрецедентные меры по защите населения от коронавируса. Все должны оставаться в домашних условиях. Посещение рабочих мест должно быть только всеми работодателями, доведено до своих служащих только по необходимости. И теми, кто использует личный транспорт или может доходить до своего рабочего места по улице, чтобы общественный транспорт не был задействован в перемещении на рабочие места. Плюс все работодатели должны ввести обязательно термометрию у всего своего персонала. Кроме того, было предложено продлить карантинные меры, касающиеся проведения в республике массовых мероприятий и посещения детских учреждений и учебных заведений. Продолжить карантин во всех детских учреждениях, в учебных заведениях, во всех спортивных, культурных объектов – это 100%. Продолжить запрет на проведение всех массовых мероприятий, которые в республике уже запрещены, но дальше продолжить их и ужесточить. Министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Сахнаки отметил, что в случае вспышки эпидемии может не хватить больниц и ресурсов. Ресурсы наши ограничены. Я имею в виду материально-техническая база, оснащение медикаментами, расходным медицинским материалом, средства индивидуальной защиты. Да, мы создали определенный резерв, неприкосновенный запас. Эти ресурсы будут исчерпываться, и нам необходимо иметь возможность их приобретать. Но, к сожалению, практически во всех странах, в том числе в Российской Федерации, наложено эмбарго на вывоз ряда расходных материалов, в том числе и оборудования, и диагностических тест-систем за пределы их территории. Таким образом, Координационный штаб по защите населения от коронавируса вводит новые карантинные меры. Проект о распоряжении включает 23 пункта, среди которых запрет на проведение массовых и корпоративных мероприятий, временное закрытие свадебных и спортивных залов. Приостановить экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия с 24 часов 25 марта по 7 апреля. По граничному отряду службы государственной безопасности Республики Абхазия запретить с 24 часов 25 марта по 7 апреля въезд в Республику Абхазия транспортных средств, используемых в экскурсионных целях. Приостановление деятельности дошкольных образовательных учреждений вне зависимости от форм собственности до 7 апреля. Кроме того, в Республике будут закрыты центральные и вещевые рынки и запрещено движение общественного транспорта, кроме такси. Новые ограничения вступят в силу 25-27 марта и будут действовать до 7 апреля.